Всем привет, дорогие друзья! С вами Андрей Файф и в стиле Retta. Сегодня мы пограем в такую замечательную игру, как Champions League 2003-2005, которая вышла, если не ошибаюсь, в 2005 году и захватила мое внимание, так как здесь была прикольная по своей сути игра, с прикольным графиком, с прикольным движком, прикольно была сделана карьера самому по себе. Но сегодня будем играть не в карьеру, а попробуем изменить ход истории, сыграть. Нет, не тот субмоносный финал, драматический по накалу матч Милан-Ливерпуль. Нет, мы сыграем более немножко поздний матч. Это ЦСКА-Ливерпуль, матч за Суперкубку УФА. В финале встречались ЦСКА и Ливерпуль, в котором ЦСКА по сути должен был дать держаться эти оставшиеся минутки и выжать впервые для России этот замечательный кубок. Но так получилось, что нападающий Ливерпуль и Джабри Ольцесе сыграл рукой. Судья этого не заметил и в итоге был забит гол, который сравнил счет и в итоге дополнительное время ЦСКА уступил с отсчетом 3-1. Кажется, Джабри Ольцесе в том матче сделал дубль и ассист. Я уже точно не помню. Это было уже слишком давно. Поэтому давайте попробуем, что у нас получится. Увидим в конце матча. Да, так получилось, что джойстик подстроить под те клавиши, которые я умею и знаю, не получился у меня. Буду играть на клавиатуре. Не делал это очень давно. Я немножко уже разучился. Ну, так, выбираем мы. Угу. Ну, у меня, понятное дело, не лицензия и все такое. Да, по уровням видим, что уровень команд немножко не сопоставим. Так, выбор формы. Ну, кажется, в такое они играли. Ну, так вот, да, и сделал. Так, смотрим установки. Так, а что со стадионами? Абстердам, арена Энфилд? Нет. Энфилд нет. Ноу Камп. Феликс, Гамбо, Хаберин. Ну, да, столько стадионов, кстати. Уж завала, адмисталия. Так. Давайте здесь я буду, в принципе,рать ночь. Да, ночь. Так. Ну, я думаю, задумать достаточно. Любитель. Давайте вот так. Я не играл в нее, в пик памяти сколько времени. Сайты включены, ставки. Поэтому все оставим, в принципе, вот так. Да. Хорошо. И... нет, немножко по другой тактике, по-моему, действовать. Как это изменить? А, вот. Все-таки ЦСКА играла в тот сезон. Да, перелесной. А, вот как. Сюда идет у нас Березуцкий. Так, и странное в этой игре... Что нет Юрия Жиркова. Мне пришлось его создать. У него рейтинг 75. Вот видим. Так. И где наш Бразилица Вагнерланда? По 12 номерам почему-то. Так, Алдонин. Инбайв. Ммм... да. Так. Тран здесь действует на Скарвалье. На правом плане, да, действовал Гусев. Наверное, знаете, что я сделал? Я дам дань. И вот я сделал в центральном поле. Центральная часть у нас будет действовать. Ярошка Симак. Тоже состав у нас не самый... Не прокачанный и все такое. Поэтому здесь... Так. Так. Алдонин Рахимович. Сюда я также. Шемберс. Да, можно было Феррера, но... Он ничего существенного не сделал. Гениамин Бандрикин, который... По определенным причинам завершил свою... Футбольную карьеру. Так. Ну и что, начнем. Что у нас получится? Сейчас увидим... Да, игра классная. Самый к себе на тот год. Насколько я помню, еще была... Еще была версия... 2006-2007, кажется. Но она... Честно... Не приносила таких эмоций. Приносила вот игра. Да, вот здесь играет Джерард. В настоящей игре он не играл. Так что... Да, вот он. Вот он виновник того... Того матча. Березонский. Понятно, графика не такая великая. Здесь в этой игре... Крис Кирко он будет играть. Ну и сами. Фамилии Скайерко. Ну, потому что это не лицензия все-таки. И что, начнем. И... Начнем. И аут, аут. И не наш аут. Помню, что счет в том матче открыл... Даниэль Карвалья. А вот Вагнерлав, по сути, в том матче был... Так, Барыш чудом не забивает. А мы сейчас... Могали чудеснейшим образом пропустить. Карвалья открывал счет. А Вагнерлав, по сути, это не было заметно в том матче. Надо проводить... Атаку на Карвалью. Пасут на Ерошек. Ерошек на Жиркова. Жиркова все показатели... Ну, такие... Футбольный... Игрового... Игрового поля. На игроках... Катар действует в поле. У него 75. Да, немножко отвык уже и на клавиатуре. И Карвалья, и вперед на Вагнер. И Вагнерлав. Вот плохо, что здесь нету графики. И... Да, чуть-чуть. И могли выходить на оперативный простор вперед к воротам Криса Кирландо. Киркландо. Карвалью. Ай, Даниэль, Сима, хорош. И Гусев. Роланчик Гусев. Вот, вот, в этой игре и... И вот, если вспоминать Total Club Manager, там красит, как опорник. Не знаю почему. Ну и да, изначально... Ох, сейчас момент. Да, как Вагнер не забил сейчас. Вот он, по-настоящему первый стопроцентный момент у ворот Ливерпуля. Да, и сейчас Крис Киркландо мог вполне-вполне пропустить этот галешничек. Да, зачем делал этот пас на Ерошко? Нужно было делать пас на Вагнера, и Вагнера уже бы... Да, мы помним, что Симак после удачно проведенного матча против PSG, которым он сделал после этой атаки. После которого он сделал хит-трик, он перешел, соответственно, в этот пресловутый PSG. Там мне не особо задалось, потому что тренер, который покупал Симака, изначально был уволен, а новый тренер не видел. На позиции, на той, которую покупал Симак, Сергей в поле. И в итоге, проведя в Париже определенное время, был куплен в Москву. Насколько ходили слухи, так же звал его Семин в локомотив. Но Тимак захотел поработать на тот момент с перспективным тренером Леонидом Слудским. Поработал вполне плодотворно, играл в финале Кубка. Китфеев забирает мяч, играл в финале Кубка, занял четвертое место. А потом пришел в команду Олег Булахин. И, говорит, немножко у них были разногласия. И тут подоспел приглашение Курбана Бердеева в рубин. Поговорил с Симаком и сразу же сделал его капитанную команду. И Симак оправдал это доверие. Отлично ударно сыграл первую часть сезона. В результате получил приглашение в сборную. Где феноменально сыграл в состав сборной. Но этому уже помню. У Герошек тоже особо не задалось. Переход в Челси. Дальше были аренды по разным клубам. Ну, надо было Ольч сделать 1-0. И все бы было сказочно. Но Ольч не забивает. Аренда по Бирмингемам. В итоге... Ну, это желтое надо сейчас задавать. Отложенный штраф, наверное, будет, я так думаю. Дальше сделаем тактики. Ну да. Стандартистам. В той команде. В Брюслове Дай Гусева и прочих прочих. Бул Даниэль Карвалин. И вам, собственно говоря, и сделаем. Оборона. Прессинг. Настрой. Атака. В атаках. В атаках. В атаках. В атаках. В итоге. Ну, уже сейчас. К концу карьеры. Я читал интервью. Он уже действует на позиции центрального защиты. Ну, в принципе. В Самаре, когда он в круглых сайт играл. Это было уже видно. Ближе к опорной зоне. Ближе к защитникам. И тут штрафной. Вот это сейчас. Вот это моментик. Главное реализовать. Главное реализовать. Перекладина. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да шо, что будешь делать. Ой, какой момент еще имел Сергей Симак. Какой стопроцентный. Ммм, да. Рядом, рядом. И у нас уже, в принципе, 3-1 по ударам. Фидем. Да. Должны мы уже. Были пару раз точно забивать. Вот если сейчас вот. Карвали бы не попал в перекладину. Мы бы могли уже в концовке первого тайма. Вести в счете. Но. Блестяще. Блестяще действовал в данном эпизоде. И защитник Игоря Кенфеев и Вагнер Лав. Ну. Забивай, братишка, и я. 1-0, да. 1-0, ребята. 1-0. Вот он. Легенда. Легенда ЦСКА. Вагнер Лав. Лав. И, наконец-то, мы забили этот важный гол. Джабриль Сисей и Милош Барыш в центре поля. И тут Аут будет бросать Ливерпуль. 1-0. И все. Конец первого тайма. 1-0. Мы забили гол. Это сделал Вагнер Лав. Мы видим, что по ударам мы делаем их. По отборам. Нарушениям они нас. владением мячом. У нас чуть-чуть на 2% побольше. Ну, считай, равная. Игра равная. Главное, чтобы не получилось, как тогда в Монако. Ну, да. Матчи за суперкубик тогда проводились в Монако. В Княжести Монахо. Как там называется правильно. Ярошек. Вагнер Лав. Вот если бы тоже в какой-нибудь атаке был Вагнер Лав, что-нибудь получилось. Может быть, да, победили. И, собственно говоря, рубрики бы этой не было. Точнее, рубрики. Матча этого в этой рубрике не было. Играл бы я в совершенно другой матч. Ну, как получилось. В истории нет слагательного наклонения, как говорится. Ох, Жирков. Мог сейчас Юра проскачивать. Ну, видим, что не самый быстрый он. Его лично Вагнер Лава. Их. Вагнер. И перепасовку затеял Ливерпуль. И правильно, подальше. Слушайте, вот эти вот моментики меня начинают уже доставать. Слава Богу, офсайт. Слава Богу, офсайт. И Лилуис Гарси выходит Муниас. Не знаю, кто это. Я, честно, не помню, кто этот. Кто этот футболист. Березуцкий. И пас на Ролана Гусева. Нам тоже стоит немножко о заменах подумать. Нет, не штрафной, ничего. Стивен Джерд. Да, Карвали пока вот я не вижу. У него позиция под нападающие. Поэтому его немножко не видно. И тут барыш. Тут Джерард уже. И тут, надеюсь, а вот да. Дать заменку сделаем, что ли. Были у нас моменты. Ну, по крайней мере, должны, ну, мне кажется, со счетом 0-3, наверное, выигрывать. Так. Хирош, Ксимак, Гусев. А кто у нас есть-то? Карасич. Лайзенс, Алдонин, Рахимич. Дай попробуем, Ксимак, Аналина, Фон, потому что Юра. Ватим этим не особо мне произвело впечатление. Выпуском Женя Алдонина. Че какой-то тут такой соус. Саундтреч. Саундтречный ряд. Мне он нравился и здесь. Да боже, что ты мой. Березуцкий, спасибо, Леха. Олич. Да боже, что ты мой. Ливерпуль, не надо. Ерошек по флангу пошел. И тут что-нибудь могут они сейчас создать с Вагнером. Ерошек, входить. Да господи. Ох, а вот это... Вот это сейчас досадно. Благо, что вот так вот заканчивается данный эпизод. И Даниэль издаль бьет. Ну, ну, ну. Это все, что в мертвом припадке. Да. Березуцкий. Эй. Браво, браво, братья Березуцкие. Ну, у нас выйдет наш игрок уже наконец-таки на замену. Да, это, наверное, еще я сделал вот что еще как по замену. Краще выпущу на фланг. И я выпущу Диму Кириченко вместо того, чем. Я уже хочу замен. Ну, правильно, правильно. Звуковую и замена. Алоэ вместо Жаркова. Краще вместо Гуси. Краще подносит шестнадцатый номер. И последняя Кириченко вместо Уручим. Ну, должны ребятки свое вынести. И Сима... 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 Паджоли, короче, вышел. Это форвард, который играл в Ростове уже, мы помним. Вот он, Милош. Красич. Ребят, на восемьдесят первую минуту. Нужно, нужно додержать просто. Теряет мяч Дима. А вот здесь, вот. Куда побежал сейчас Салдонин? Мне можете сказать? Я не могу сказать. Симак на фон. И корвали, и пасут на Вагнер лава. А Вагнер дальше на Дима. И Дима! Какой момент сейчас был. Игра сейчас на весик. Ох, ваша... Березуцкий сейчас блестяще оказался там, где нужен был. И Вагнер лав. И пасут на Дима Кириченко. И нет штрафного показывает Судья. И четыре минуты добавляет Судья. Господи, Судья, за что ты меня так не любишь? Зачем ты так много? И Арнер Иссе. Ну и Судья, ну свистил уже. Уже, уже хватит. Ну и Симак по флану. И наверно уже последняя атака. Да, все, 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 ребята. Это победа. Мы поквитались за тот славный финал, в котором мы тогда проиграли. Да, вот здесь если Барыш забил, немножко по-другому могло повернуться. Но статистика. 6-2 у нас. Ударом 4-3 у них. Отбор 3-2-27 в нашу пользу. Владимир Мичом в концовочке смотрите. 56-44. Ни одного офсайда у нас. Один у них. Два угловых у нас у них нету. Нарушение 2-0 в их пользу. Вот такой вот получился матч в этой, ну славной игре все-таки. Потому что с теми, с кем я играл, в футбол в дворе общался. Многие играли в эту игру. Вот такой вышел матч у нас сегодня. В следующей неделе еще будет. Еще будет видео в данной рубрике. Завтра будет на канале новая рубрика. Возможно даже два. Карьера по Prevolution. Там проголосовали за Барселону. Ну в общем. Смотрите, ждите. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите мои видео. Комментируйте. Мне просто интересно знать ваше мнение. Ставьте лайки. Потому что кто-то ставит там дизлайки. Но никакой информации, чем вам, собственно говоря, что не понравилось. Непонятно немножко в этом плане. На сегодня все. С вами был Андрей Файв. Пока-пока.